Всем привет, друзья! И сегодня мы будем готовить необыкновенное блюдо. Это будет называться ассорти. И что у нас в ассорти будет присутствовать? Значит, смотрите. И здесь у нас вот такая говядина. Это филейная часть. Здесь мы сделали из фарша вот такие люляшки, круглешочки. Здесь у нас куриные крылышки. Крылышки и куриные ножки. Вот такие красивые, аккуратные корейки баранины. А еще мы сделали, обратите внимание, вот эта часть окорочки. Вот продолжение этой ножки. Сейчас мы что будем делать? Мы сейчас заложим сюда наш розмарин. Вот так складываем его. И вот таким образом связываем их толстой нитью. Все это дело мы сегодня будем обжаривать. И после чего снизу сложим нашу картошечку. И будем это еще дальше пропаривать. Дорогие друзья, мы сейчас в наш казан добавили 600 грамм подсолнечного масла. Сейчас дождемся, чтобы он у нас хорошо нагрелся. И мы сейчас начнем обжаривать. Обжарить будем начинать с первого с говядины. Даем румяную корочку и вытаскиваем. Какие специи мы здесь используем? Мы сюда добавляем морскую соль, розмарин, кинзу и зиран. Все это маринуются вместе с мясом. И вот это у нас красивый кусочек получается. После чего я добавляю вот такие бараньи корейки. Красивые. Как правильно надо мариновать масло? Какие маринады мы сюда использовали? Значит, перед марином тегаса мы сюда добавили фрот-марин, кинзу, немножко имбиря. Пожарили одну штуку, переворачиваем, смотрим. Если у нас все подрумянилось мясо, можем его сразу красить. Теперь добавляем куриные ножки. Вот, друзья, здесь у нас куриная ложка. Как она у нас хорошо поджалилась. Здесь у нас куриные клевочки. Клевочки подберрили на три части, обрезают туда. Вот, вот часть. И обрезали вот такие качественные клевочки. вот такие красивые куриные бедра и обвязали мы их нитей и внутрь положили разборинчик курочка можете даже внутрь тележки до того как вы его отвернете ниткой можете добавлять чеснок и все остальное вот он сделан из фарша все остальное сейчас фрикадельку раздавлю зеремянницу вот до крупных состояний вот 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 и вот дорогие друзья вот так будет выглядеть наше блюдо но сейчас она у нас готова только до 30 процентов и мы будем доводить уже вместе с картофелем в казане значит что мы будем делать суда на дно казана сложим куртючное сало баранья и положим туда картошки потом сверху мы положим наше мясо курицу все остальное что мы заранее прожарили добавим небольшое количество воды и закроем крышка будем это все томить до готовности картошечка внутри была мягенькая как пирожка сверху было хрустящим хрустяшное мы его просто заранее пропалили и теперь будем его наладить до хрустящего состояния вот таким пластинчиком нарезали теперь это будем все складывать на одно казано для чего мы это сделаем для того чтобы наша картошка не подгорела а куртючок даст определенное количество жира масла на котором будет румяниться картошки такие секреты вам никто не откроет как мы пропариваем картофель чистим складываем кастрюлю сажан добавляем туда 200-300 грамм воды и оставляем пропаривать если у вас картошечка и вилочки протекаются мачки картофель готов сверху для пекарных я немножко добавим в пакуручковую маску теперь складываем наши остальные сверху для пакуручки все места первого ложим более толстый кусочек ножка потом туда положим корейку теперь складываем в поле завязанного завязанного и редиску закидываем в перену крылышку и положим наши фиксеты теперь сюда добавляем 250 грамм воды и закрываем крышкой вот так вот добавляем немножко воды и закрываем торец огонь сейчас я вот закрою крышкой и кислород перестанет поступать и угар уменьшится вот друзья как у нас поменьше наше блюдо как у нас вода испарится и насчет картошки можем подавать и вот друзья прошло буквально два с половиной часа и посмотрите какое наше блюдо оно уже готово теперь мы его будем красиво подавать и украшать на запрос класс летает в арту летает в арту и 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 всем приятного аппетита